Праздничный марафон седьмого телеканала. Продолжаю я, Елена Ротари. В гости этого часа ветераны АТО Александр Галапеталюк и Сергей Гуцалюк. Здравствуйте. 29 лет независимости Украины. Я от своего имени также поздравляю всех наших одесситов. И за этот короткий час мы пережили две революции, и у нас до сих пор идет война. Для многих одесситов в том числе жизнь разделилась на до и после. Какой была ваша жизнь до 2014 года? Саша, вам. Дякую за запитание. Було, звичайно, життя люди, яка має родину, яка має работу, безтурботна. Тобто, были, звичайно, какие-то громадские питания. Мы там занимались экологическими питаниями, занимались разведом козацтва. Звичайно, людское життя. Спокойное. Думал ли ты когда-то, что у нас будет война? Честно говоря, никогда не думал. Честно говорю, никогда не думал в школе. Но хочу отметить, что когда я уже закончил школу, а это уже было при независимости Украины, то я чётко усвідомлював, что Россия наш перспективный враг. Потому что мы уже историю Украины учили по новым книжкам, сучасных авторів, Орес Субтельный, там, где больше объективно выяснилось относительно имперской России с Украиной. И поэтому я уже тогда понял, что это возможно. Но думал, что это, может быть, страшный сон. И такой, знаете, самый сценарий страшный, но не реальный. Но стало это реальностью. Серёж, сегодня ты руководишь Институтом памяти, региональным отделением. Ты был добровольцем, как и Саша на войне на Донбассе. Кем ты был до 2014 года? И думал ли ты, что у нас будет война с Россией? Я работал в бизнес-структуре, заступником директора. Кроме того, мне так позволяла моя работа заниматься гражданскими справами. Багато роков мы вместе с Александром много общих справ делали. В вопросе национального патриотического химия, возроджения козацьких традиций, ну и отстойвания интересов наших, которые потом пришлось защищать нам уже зі зброи в руках. Я вам хочу сказать, что я как историк, я понимал, что возможно что-то такое. Потому что империя просто так не отпустить. И, например, Приднестровье, Грузии, Карабаха, я понимал, что так оно будет. Единственное, я очень сильно, как говорят, как бы подобрать слово, чтобы это правильно назвать значение. Войною не можно удивить, конечно, но это, что наша нация, на начале войны, современная политическая нация, уже была консолидована. И что мы остановили врага там, где он сейчас стоит, дальше мы его не пускаем. Для меня это было очень, ну, таким, приятным, приятным открытием. Я очень переживал, особенно, події весны 2014-го, когда по всей Певдене и Схидне Украине начались все эти движения. Вы помните, Одесса, фактически, пережила вуличную герилью с лютого 2014-го. Року, фактически, по 15-ти рік, вы помните, серии вибухов, которые были, там, больше, по-моему, 50-ти вибухов было. И на залезницах, и в волонтерских центрах. Я переживал, что, может, будет повтор таких подій, которые происходили в Украине и в Одессе, в частности, 100 лет назад. Но, за счет того, что, все-таки, за эти годы независимости мы, фактически, сформировали сучасную украинскую политическую нацию, которая может за себя постоять. Ты как раз вспомнил события 100-летней давности, и я сама о них узнала как раз в 2014 году, после майских событий. Вот расскажи, какое, может быть, влияние оказали на независимость современной Украины? О том, что происходило в Одессе на том же Куликовом поле 100 лет назад. На Куликовом поле, фактически, и в центре города, это происходило в первое, это в грудне 1917-го года, были бои между войсками, вооружениями формированиями Украинской Центральной Ради, а потом Украинской Народной Республики. Была сформована целая дивизия, сформована с одесситов и одесситами, в том числе и с одесситов, потому что туда входили колишні військовослужбовцы Царской армии, колишні військовослужбовцы Австрійськой армии, полонені галичани, но потом они влились до этих збройных формований, которые и сформировали одесситы, такие как Всеволод Змієнко. Вот нещодавно мы изначали речницу, сейчас изначается столетие этой Варшавской битвы, так званой, и Севолод Змієнко керував штабом дивизии, которая разбила Будьонова под Варшавой и не дала Европе окунутися в той хаос большевистский, в который окунулась территория колишней Российской империи. И все это мы пережили. Это Иван Юрий Липа, тоже одессит, Иван Луценко, мало кто про это раньше знал, но это несок Одессы. До революции 2014 года, до подій, наши историки одесские видели очень интересное видение, оно называется «Одесская хвиля Украинской революции». Там про всех всех диячей интересных периодов первого Водрожения, это кинец 19-го, начало 20-го столетия, написано, что в Одессе мало кто знает, что была первая в подроссийской Украине про света и наиболее сильнейшая. И поди 17-го года, эти бои против, фактически, инспированные, как в 2014-м году эти «зеленые человечки», тогда это были большевики. И потом в 18-м году, на начале 18-го года, так же были бои. Весь центр города был фактически линей фронта. И потом уже не из вины наших збройных формирований, проукраинских, просто наказ из Киева «залишите Одессу». Бои была домовленість между Антантою и урядом Центрально-Украинской Народной Республики, что сюда заходят війська Антанти, и они тут будут. Но тимчасово сюда зайшли большевики, и они тут впервые показали, что такое большевики. Тут начался террор, реквизиции, расстрели и все еще. Ну и многое другое. Тут можно на окремую тему. Но то, что в 2014 году на улице Одессы не пришла война, это очень великое надбание и здобуток. И в том числе, это те події столетние, давними они мают вплив на это. Бо большевики были замужены раховаться с украинским вопросом, с существованием украинского народа, с существованием нового политического и все еще. Они же потом начали проводить эту политику коронизации у всех колишних республиках Радянского Союза. Бо кругом был сопротив большевиками и силам имперской Росии и т.д. так называемого Билого руха. Бо они хотели снова все нивелювати. Большевики пішли на поступки потім, но в результате все одно они сгорнули и национальные и экономические питания, сгорнули НЕП, сгорнули и разгорнули коллективизацию, а потом голодомором добили людей, а интеллигенцию в местах понижили по признаку такому, что десь кто-то виступал в результате вся элита наша была снищена. И сельская элита, и міськая элита, и это не только украинская элита. Все национальные, которые были, они все потерпали от большевиков. Если взять нашу одессу профессору начала 20-го столетия, то им фабрикировали с национальным признаками. Если это украинець, значит, он петлюревец. Если это поляк, значит, это пельсутчики, они говорили. Если это россиян, значит, белогвардейцы. Если евреи, значит, сианист. И вот эти фабрикировали очень сильно на них и фактически интеллигенция была уничтожена. А потом была хвиля нацистов, которая так же понижила дальше. И вот все краткие истории, как по Украине, так и по Одессе, они все прошлись. И мы до сих пор, все наши проблемы, они звони идут. Если говорить уже о современной Украине, почему приняли решение идти на фронт? Ну, я считаю, что это обязан каждого гражданина, а тем паче свою землю, свою родину захищать. Я чудово понимаю, что если не остановить врага на кордонах, то он придет сюда и тут всему вывернет животы. Поэтому с метой защиты родины, своей земли, в целом я и пошел. Саш, сколько у тебя ранений? Я знаю, что у тебя инвалидность после, да? Так, так. Ну, у меня одни поранения. Ну, как бы... С района поранения. Зачепило різные частины, но одно серьезное. Чего ты пошел служить? Я знаю, что ты как раз не проходил. Ну, Александр тоже, по здоровью вопрос. Из-за этого вы пошли добровольцами, да? Я пішел в главу Зброй села Украины, но у меня уже был собранный рюкзак, и я очень благодарен своей родине, что они меня мовчки отпустили. Слезами, но мовчки, ничего. Мне это было нужно. У меня ситуация была такая, что я пришел военкомат в 2014 году, в конце весны, после 2 травня, когда это началось. Мне говорят, а вашу тоже справа, здесь нет, идите на комиссию, вы в окулярах, идите на комиссию. Я пришел на комиссию, говорю, а у вас зир такий, вы никогда не приходите. Ну, я потом снова военкомат еще раз, и когда у нас уже были зборы ротеохороны, и тогда нам пообещали, что кто пройдет эти зборы в ротеохороны, тогда, не смотря на стан здоровья, возможно, попадет в какие-то боевые частины. И все-таки я там, мы с хлопцами из нашей ротеохороны, у нас 12 человек, мы потрапили все в нашу 59-ю мото-пехотную бригаду, и я там все-таки начинал службу, в следующем году демобилизировался. Дослужился до сержанта. Одесса находится, но у сержанта это тоже хорошо. Одесса находится в тысячах километрах от зоны боевых действий, я имею в виду восток Украины, и для многих жителей нашей страны слово война, она проходит просто в сводках новостей, когда у нас есть раненые парни, либо, к сожалению, убитые. Для вас что война, с учетом того, что вы видели? Ну, Одесса вечевается контраст война, и про то, что украинская армия и украинский народ втримав ворога ну, майже на кордоні, то это добре, а могло быть все гірше, однозначно. Поэтому война это очень серьезная и небезопасная такая штука, процесс, и я хотел бы, чтобы люди тут больше это понимали. И мы сегодня намагаемся в спілкувании с молодой объективно висвестировали эти процессы, которые есть на Сходе Украины, чтобы люди понимали, что есть на самом деле. Война это страшная ведьма. И не дай Бог никому ее почувствовать, видеть. Я помню слова моей бабуси покойной. Она постоянно, когда в родинном колле собиралась, она всегда говорит, дети, я хочу выпить, чтобы вы никогда не знали, что такое голод и война. Я всегда для меня это было каким-то таким дивным. Я потом это понимал. Вперше мы увидели это, потому что война таким легеньким дотиком нас торкнула в Одессе в 14-м году. это совсем таки, знаете, поруч она пройшла. Может, даже не дотомнулася, а так ее только защипило. А когда я уже потрапил туда, в бойовый подраздел на позиции, когда мы заходили на позиции, я видел эти разбитые хаты, спаленные хаты, разбитые мости через речки Северский Донець, Кальмюс и все інше. Я понял, что это слова твоя безопасность, стресса. Стан постоянного стресса. Да, вот я, будучи там, я ничего не хворил. Вот просто ничего не хворил. Я, как демобилизировался, болячки посыпались, я просто в шоке. Какойсь одна за одной. Одною вычуркался, другую заходишь. Но, с другой стороны, тут еще можно додать, что я слышал, что такое боевое братство на войне. То есть, у людей, которые почти смотрят в очи смерти, у них формуются совсем другие отношения. Не смотрясь на век, на освоту, на звания військовые, совсем другие отношения братства. Некоторые люди, ну, назовем их люди, и некоторые политики, в том числе, называют Российско-Украинскую войну гражданской. Вот, какие доказательства вы бы привели о том, что сегодня у нас есть главный враг и агрессор, это соседняя страна? Вот, я бы тем людям, которые так говорят, которые фактически есть рупорами противопоказанды, я бы их спросил, а чи знают они, сколько стоит сегодня один набей для автомата Калашникова, або сколько стоит сегодня заправить воинскую технику, сколько стоит нагодовать воинскую 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 «Змагания за независимость». Я думаю, в историю это так и уведет. И уже начинают историки такий термин вводить. Я бы хотел всех закликать, этими терминами користоваться. Бо АТООС – это чисто військовая, ну, такий силовая аббревіатура. А в реальности это война за независимость. Эти политики, которые это говорят, они эксплуатуют до сих пор певную ностальгию нашего населення за Радянским Союзом. Когда они были молодые, их кахали, кого-то кохали. Ковбаса по-20 и Горілка была кругом. И Морозова. Но это было только в певных центральных местах. А что было на перифериях, они чему-то мовчат. Я бы этим політикам порадил бы зберегать украинскую независимость как заинеце ока. Бо тільки в нашей стране таки демократичные и толерантные подчас войны терплять и влада, и суспільство вот такие вот заявки. В инших би суспільствах, в тих же Росії, вони би я думаю, там меньше, чем за добу з ними би какие-то були таки дії відносно них застосовані, про які вони потім би дуже шкодували. Несчастный случай. Ну, так и вот так. А мы дуже толерантное и дуже демократичное суспільство и страна. И мы с Александром в том числе за это и воювали, чтобы мы были демократичными. Видите, они подібные процессы проходили. Вот я завжди говорю, что мы ничем не отличаемся от других народов света. Мы не лучше, не лучше. Мы просто инши. Трошки инши. З особенностей географических, природных и все иншее. Процессы, которые мы сейчас проходили больше, чем 100 лет назад те народы, которые были в составе Австрогорской империи, Османской империи. Когда эти империи начали валиться в Европе, борьба за независимость болгарского народа, румунического народа, сербского народа, грецького народа, вона очень похожа с теми процессами, которые сейчас у нас происходят. Кто хочет посмотреть, как оно будет дальше у нас, вот смотрите историю этих народов. У нас сегодня, ну, сейчас седьмой год войны. Есть ли операция на их историю? Сколько у нас, может быть, продлится такая борьба за самостоятельность? Вона будет постійно. Просто зараз эта фаза больше такая, знаете, ну, не гарячая фаза, але армія тримает кордон и все иншее, и не только там, где прямая лінія зіткнення, але и по всех кордонах, где есть небезпека вторгнення. Зараз это Беларусь, это вот тут південь наш, український, Криму совсем поруч, и что тут сделать какие-то акции. Я думаю, это будет триваться до тех пор, пока российская нынешняя федерация будет существовать в этом формате империи. Не о империи, або не до империи, я бы больше так сказал. Або вона, поки править Путин, они будут такую политику вести. Дальше у них будет подобная политика, але чи в них вистачить сил это делать, я не знаю. Я сподіваю, что не вистачить. История показывает, что империи просто так не отпускают. Они долго будут нас намагаться, утримать, и вкидать розбрат в нашу общество, чтобы мы между собой сварились, чтобы мы чубились один с одним и все інше. Дискредитовывать армию, партии політичные между собой сварить, дискредитовывать руководство. Ну, это будет постоянно. Но, рано или поздно, у них там своих противоречий очень много. И я уверен, что наша борьба, борьба белорусского народа, борьба всех других народов, поляков, балтийских стран за свою независимость, это я прикладом для тих пригнобленных народов Российской нынешней федерации, это не до империи. Это и кавказские народы, и народы, которые в Азии расширены, это вот, и там величезный материк татарский, например. Это и казанские татари, и астраханские татари, и дальше сибирские там народы, много есть. Они все-таки выйдут на свободный шлях в семью свободных народов. За нашу и вашу свободу. Это гасло, оно актуально сейчас так же. Сможем ли мы вернуть Донбасс? Но, если говорить, скажем, о политике, которая сегодня ведется, в отношении реинтеграции Донбасса? Тут важно, кроме территории, повернуть сознание людей, их умы, сердца повернуть. Я считаю, что те люди, которые уже сформированы как особисть, а дорослые, ну им тяжело будет, ну и как-то сменить позицию, которые сегодня поддерживают вот эти сепаратистские настроения. У них только один выход, которые, например, им понравится, например, в Россию. Я больше рассчитываю на то, что и вважаю правильную стратегию нам треба виховывать молодь в проукраинском дусе и, если говорить прямо, бороться за их сознание. А территориально мы, известно, повернемо и частины наших схидных областей, Донецкой, Луганской и Крым. Но это будет после того, как изменится влада в России. А это будет скоро. Не один случай. Мы знаем о том, что когда в 2014 году многие из Донецкой области уезжали в Россию, в Ростовскую область, у них там не получалось тех условий, о которых там сильно трубили, их не было, они возвращались обратно в Донецкую территорию, потом на территории Украины, скажем так, не оккупированные Украины. Они оформляли себе социальные выплаты и получают и там выплаты, и приезжают сюда, на нашу территорию, получают здесь также выплаты. Вот как бороться, наверное, с такими людьми? Как их идентифицировать? Потому что мы не можем же содержать людей, которые боролись за независимую, скажем так, Донецкую народную республику. Ну, вы знаете, у нас же есть база, и на этих пунктах пропуску там переверка идет. Час от часу потрапляют те люди, которые причетны до этих незаконных збройных формований, фактически до российских террористических войск. Их тоже так правильно нужно называть, а не незаконные збройные формирования. Незаконные збройные формирования – это наша злочинность. Такая, конечно, я бы так сказал. А то они керуются российскими офицерами, и на российские деньги, за российские деньги это все делается. Но как так сделать? С российским сучасным озброєнням, которое не было в Украине. Как так сделать? У нас цель есть министерства, которые должны этим заниматься. Министерство соцполітики. Там база должна быть. Они как-то между собой должны взаимодействовать. Вот эта база данных по этих всех. Зараз же очень просто идентифицировать человека. Вот по этим распознаваниям. Да, сучасные технологии сьогодні роблять это системно и легко, и быстро. Тому эти подвижные выплаты, эти зложивания, они будут быстрее локализованы и заблокованы. А питание... Повиньи. Повиньи. Питание сведомости людей. Тут будет важче. Сьогодні Украина займае позицію навіть собі в исчерп, але вона намагається боротися за их сердцем и разумом. Ну, сподіваємось, что выйдет, але я не знаю. Хочу два приклада на эту тему привести. Перший приклад в Павлополе, це вже був початок 18-го року я йшов зі штабу батальйона через штаб Роти на позицію свою крайню. Я йшов... Хазані хлопці попросили щось там взяти. Рюкзак у мене був повний. Иду, такий був... Сніг танув. Я обогнал наперед жінку, поздоровався з нею. И вона мне в спину... Хай вас Бог оберегает. Украинскую мову. Я так повернулся, говорю, я думаю, вам дуже вдячний. І пішов, знаєте, вона ще перехрестила мене там. Другий випадок. Другий випадок. У мене син мій, він офіцер Збройних Сил, лейтенант. Він перед Різдвом в відпустку їхав. Він був на фронті в районі Волновахи і їхав потягом. Я його зустрів на Одесі Східній. Він вийшов такий весь... Якийсь такий, на взводі. Я говорю, що таке, Рома? Я кажу, уявляєш, 9-го ранку. Їду на Другий Полицький і слухаю. Внизу сидять дві жіночки. Одна молода, друга стара. І вони розказують, яка Україна першива, яка Росія хороша і Україна виновато у всій цій війні. Я кажу, заспокойся, ти витримку свою перевірив весь час слухаючи. Тобто по-різному це все відбувається. І я не зовсім згодний, коли говорять, от економічно почнемо краще жити, потягнуться до нас люди. Воно від цього не залежить. Є такі, знаєте, люди... Ви не забувайте, що там 20-30 років після розвалу Радянського Союзу постійно пішла промивка мізків людям. Так само, згадайте в нас в Одесі, як було. У нас в кожної кастрюлі кричали, що Україна – це ненадовго, це якесь непорозуміння, Одеса – це Росія, Новоросія якась там і все інше. Але, щоб це все пройшло, от я повністю згоден з Олександром, це треба працювати з молодим поколінням, виховувати молодь вже в сучасному цьому, формувати сучасний наш український громадянський простір. Я говорю за політичну націю, це як приклад всіх європейських народів. Етнічна складова тут не грає ролі, бо хлопці різного етнічного походження, ми разом в окопах були і є зараз тут навіть займаємося цими питаннями, і росіяни, євреї, молдавани, грузини, всі нації, що є, але ми є складова частина оцеї сучасної політичної нації. І це, воно час від часу всі нації, вони ж так і формуються. Ви не забувайте, що поняття нація там двохсотлітньої давності зовсім інше було. Безусловно. І поняття держави зовсім інше було. Звісно, там інші були системи відносин. І не треба порівнювати. Зараз воно все розвивається, воно більш демократично і більш, як то кажуть, динамічно. Борьба за независність плотно переплетається з політичним вектором країни. Сьогодні ветерану АТО участвують ли якось в політичній житті і в громадській житті країни? Ну, звісно, вони беруть участь. Є ветерани, які сьогодні представлені у Верховній Раді. Є ветерани, які сьогодні представлені у місцевих радах, як районних, обласних. Я знаю ветеранів, які сьогодні готуються до участі у місцевих виборах, які будуть цього року, 25 жовтня. Тому ветерани чудово розуміють, що треба робити, і вони готові брати на себе відповідальність за життя і громади місцевої, і держави. Тому я радий. І це добре, що люди, які пережили такі процеси, які оборонили Україну, які її захищали, вони, як ніхто, мають моральне право бути у процесах управління. Дякую за запитання. Я на правах координатора ветеранського хаву Одеси. Ну і фактично керівника і організатора. Ми допомагали. Насправді, потреба у ветеранському простірі, вона була давно, і вона сьогодні залишається високою. Тому що, я хотів би нагадати нашим слухачам, що в Одесі та Одеській області 14,5 тисяч ветеранів. З них 679 – це ветерани-жінки. І для цієї кількості ветеранів потрібні фізичні місця, де вони можуть отримати необхідну допомогу, консультацію, підтримку. Рік назад нам вдалося всіми правдами і неправдами цей простір створити. І тут, і подяка керівництву університету Овшинського, і Оксані Колєді, це екс-міністру, дав справу хатеранів, сторожику Миколію Миколаївичу, він теж нам сильно допоміг. За цей короткий час нам вдалося реалізувати ряд проєктів. У нас більше ста різноманітних заходів – це тренінги, мастер-класи, творчі зустрічі з ветеранами, це надання психологічної підтримки, юридичної підтримки, робота з молоддю, то є участь ветеранів у процесах національно-патріотичного виховання. Що ми робимо зараз? Ну, звісно, пандемія внесла свої корективи, але кожна криза – це нові можливості. І ми сьогодні активно використовуємо цифрові технології. У нас багато заходів і цікавих корисних речей для ветеранів йдуть онлайн. Але нашою крайньою маленькою перемогою є те, що ми створили телефонну лінію психологічної підтримки ветеранів. І користуючись можливістю, я хотів би, соціальну рекламу зробити і сказати нашим ветеранам і їх родинам, що є телефонна лінія, з нами працюють професійні психологи, і за номером 70-870 вони можуть отримати психологічну підтримку цілодобову. Я думаю, що ми ще візьмемо цю інформацію, у нас є бегуща строка, яка може повторять, і ми якраз для цього її теж використовуємо. Що касається соціального обеспечення ветеранів, я помню, коли це ще 2014-2015 год був, о тому, що земельні участки, де-то хтось міг знайти квартири, якісь спонсори на життя. Сьогодні на якому рівні? І ми з вами спілкувалися буквально півгода по поводу кредитування для атошників. Тоді річ шла. Що-то сьогодні двигається в твое направлення обеспечення? Тут, насправді, дуже багато аспектів в цьому питанні. Тут і питання соціальної підтримки, медичної забезпечення, психологічної реабілітації, освітніх програм, санаторно-курортне лікування, професійна адаптація людей. Тут є багато аспектів. Але хочу зазначити, що базова підтримка, яка передбачена законодавством поточним, вона є. Я маю на увазі можливості санаторно-курортного лікування, психологічної реабілітації, отримати освіту за державний кошт, теж є можливості. Але є і проблеми. Проблеми, от ви сказали про те, що реалізація права на земельну ділянку, то тут і тут багато хто з ветеранів і членів ордин загиблих сьогодні не можуть реалізувати це право, тому що це пов'язане, як мінімум, з двома процесами. Це процес децентралізації і процес відкриття ринку землі. Сьогодні створюються умови, коли виникає конфлікт інтересів. Плюс, будемо казати, що не завжди працівники, посадові особи сприяють тому, щоб допомогти ветеранам отримати землю. Питання землі, або проблема отримання землі, вона залишається. По іншим питанням, я не можу сказати, що там якісь геть гострі. Питання житла, так, є. Сьогодні ветерани потребують поліпшення житлових умов, тут є декілька варіантів, але цей процес теж рухається повільно. Я радий, що Міністерство справи ветеранів сьогодні ініціює ряд класних ідей, таких ініціатив, які можуть вирішити ці питання. І ми сподіваємося, що Верховна Рада прийме нову редакцію закону про ветеранів. Там акценти зміщуються не на надання якогось там пільг, а на створення умов для ветеранів, щоб ветеран міг сам розвиватися. Щоб він був самодостатній, потужний, щоб це не було якимось тягарем для ветерана, а щоб ветеран став перевагою суспільства. Щоб він був потужний, самодостатній. І мені ці ініціативи подобаються. Какою відею Україну і Одесу в будущому? І що хотіли би пожелати українцям і Одесіту? Ну, по-перше, щоб ми нарешті остаточно утвердили нашу незалежність. Бо у нас ще відбуваються процеси і встановлення. І ще має певний час пройти, щоб це все відбулося. Я хочу побажати, щоб цей процес швидше пройшов. І щоб ми вже серед інших народів своє достойне місце зайняли. Оце моя мрія. Я і думаю, ми досягнемо цієї мрії. Бо по-іншому у нас іншого вибору просто не буває. Я повністю тебе підтримую, друже. Україні потрібна перемога на умовах України. І ми, щоб Україна відновила свої кордони. Я хочу, щоб Україна зробила економічний стрибок і увійшла у родину європейських країн. Щоб українці побудували Європу в Україні. Щоб вони жили, щоб у нас була і працювала нова система цінностей європейська. Щоб люди були більш щасливі. Я думаю, що якщо стільки людей сьогодні будуть говорити такі хороші слова, то у нас обязательно все получится. Ми завершаємо цей час. Уже через нескільки минут я встречуся зі своєю колегою Натальєю Костенко. Всего доброго і до зустрічі. Дякую.